Я, пожалуй, начну с child-friendly зон, которая существует в этом городе, да, и стоит говорить о том, что, в принципе, child-friendly зон практически не существует, их там всего по пальцам пересчитать, и все они будут в любом случае в той или иной степени закрыты, да, то есть это будет до конца френдли. Поэтому здесь все легко, начинать с нуля, то есть мы сами их можем построить, и это вопрос того, какими мы хотим видеть эти зоны. Конечно, мне хотелось бы видеть пространство, ну, вообще городское пространство, которое было бы доступно для детей, для женщин, для очень разных людей, которые могли бы собираться, приходить, чтобы в принципе было бы там пространство с открытыми дверями, потому что в городе мы встречались с пространством, где двери закрыты. И еще, конечно, очень хотелось бы, чтобы в этих пространствах велись бы здоровые дискуссии, потому что есть огромная вторая тема, что там для женщин, там, я не знаю, там, цветочки и шмотки для детей, плюшевые мишки и, я не знаю, и какие-нибудь там глупые картинки, там, рюкзачки с винксами или еще с какой-нибудь фигней. И там, ну, пространство интеллекта, например, для мужчин, причем для взрослых, белых мужчин среднего класса. Нет, это не так. Дети, например, там, очень многие, к сожалению, там, с момента рождения или с очень разных лет, там, столкнутся, в том числе, там, с насилием и с угнетением и с доминированием, и с тем, что их мнение не слышат, и с тем, что их не учат отстаивать свои границы. И очень важно, чтобы открытые пространства включали открытые дискуссии, чтобы эти пространства были безопасны, чтобы в этих пространствах можно было строить общение не иерархично, чтобы там поднимались те темы, которые реально важны, и это вовсе не тема из мультиков Диснея. И на самом деле, очень часто это вопрос безопасности того, что допустимо, того, что недопустимо, где можно говорить, когда можно говорить, нет. Вообще, узнавать про степень некомфорта, то есть есть там, ну, даже такие упражнения, которые практикуются, когда к ребенку, ребенок стоит закрытыми глазами, к нему подходит сзади, и ребенок может сказать стоп, тогда, когда для него дистанция будет некомфортна. но так как мы учимся обращаться с нашими границами, с нашим пространством, просто понимать вообще, что это может быть некомфортно, когда к тебе подходит взрослый человек, потому что ребенок живет с какой-то... То есть у нас есть навязанная идея про то, что это нормально нарушить границы ребенка, то есть ненормально нарушить границы взрослого белого мужчины среднего класса, на самом деле границы всех других людей в той или иной степени нарушают. Я ответила Кира. Второй вопрос был про способы борьбы. И здесь, мне кажется, мы тоже, с одной стороны, надо понимать то, что большинство техник борьбы, о которых мы говорили вот здесь, даже на дискуссии, они будут незаконно считаться в этой стране. Мы не можем говорить о граффити-акциях, например, в открытую, просто потому что это будет называться статьей вандализма, нас могут посадить за это. Мы не можем говорить, например, о таких шествиях, как «Вернем себе ночь», потому что это тоже незаконно, поскольку это невозможно санкционировать, поскольку там используются, в том числе, какие-то горящие факелы. Это все тоже будет внезаконно. Ну и здесь мы сталкиваемся тоже с такой странной ситуацией, когда, я не знаю, присваивать себе миллионы целых куски этой странной земли, по которой мы все вместе ходим, присваивать себе городской и пространство правящими классами будет считаться якобы нормальным. А пройтись и заявить свой протест против изнасилования, которое происходит массово, на каждом шагу, каждый день, мы не можем. Это как будто будет считаться незаконно. И здесь надо понимать, что любой активизм, любые техники коллективной самообороны или коллективного высказывания по поводу насилия, они будут носить локальный характер. Мы не можем говорить об этом открытым. И второй момент, то, что у нас дикая нехватка, ну вот есть, например, вот эта вот там Homo Life, да, была организация, которая после убийства Мия Сапата, да, было еще там некоторое количество там женских организаций, в том числе тех, которые там носили и просветительские функции, обучали методом самообороны. У нас такого пока нет, нам надо только собраться и придумать, как нам сделать так, чтобы это было, что мы хотим там видеть. Будем ли мы говорить там только о домашнем насилии, будем ли мы говорить только об уличном насилии, будем ли мы говорить о всем месте, будет ли это одно место или в идеале это будет несколько мест. Ну и здесь надо понимать то, что в этом городе живет там примерно 11 миллионов человек, это, ну, очень, как раз, регионная цифра. И у этих 11 миллионов человек нет даже доступа к информации о том, что такое насилие, как с ним справляться. Вот. Ну и в этом смысле там все карты в наших руках, вопрос в том, что мы транслируем вовне и как мы обращаемся там, в том числе со своей безопасностью, поскольку тут враждебная среда будет не только на улицах, да, но враждебная среда будет там и со стороны государства, и со стороны там многих встречных проходов. То есть тут, ну, тут мы встретим какое-то количество преград и надо продумывать еще и момент того, как мы будем оставить свои границы при встрече с этим преградом.